всем привет мы продолжаем серию видеороликов под названием трудяги где мы с вами вспоминаем какая техника работала на просторах советского союза и сегодня вам покажу различный общественный транспорт это как более крупные так и мелкие автобусы которые трудились в городах в различных поселках я вам подготовил модели от следующих брендов deep models classic bus start scale models и советский автобус тут собраны не все модели которые есть в моей коллекции я выбрал наиболее популярные автобусы которые каждый из вас знает и начнем мы с обзора модели от deep это паз 651а и у этого автобуса очень симпатичная схема окраски которая копирует прототип со старой фотографии и у deep models был второй вариант окраски лимитированное издание машина в сине-белом цвете я ее не приобретал в свою коллекцию хотя есть возможности по сегодняшний день взять ее за хорошую цену если у вас будет интерес я возьму второй автобус и сделаю на него тоже детальный видеообзор тут пластиковый корпус очень хорошая и богатая детализация прекрасно проработан салон у сидений хромированные поручни также мне очень нравится как тут сделано оформление передней части очень симпатичная светотехника с хромированными ободками также хромированные бампера и у этого автобуса как и у грузовых автомобилей от этого производителя поворотный передний мост и эти модели одно время продавали с хорошей скидкой именно тогда я и приобрел данный автобус в свою коллекцию и также помимо пассажирского варианта я взял один фургон для перевозки одежды и было два фургона у дипа в продаже второй не стал брать а в этом жалею нужно было тоже взять его и было бы хорошее собрание небольших советских автобусов и следующий автобус это паз более современный и эта модель скорее всего от советского автобуса просто перепакованная в безымянную коробку и одно время эти автобусы продавали за 599 рублей если мне не изменяет память именно тогда я взял этот автобус просто как дополнение у меня такого пазика не было от classic bass и ранняя модель от classic bass не намного лучше чем это безымянное изделие конечно по-хорошему тут нужно окрашивать салон и тут довольно примитивно сделана ходовая часть выхлопная система обозначена просто непонятной палочкой и нужно конечно это все окрашивать вырезать ненужные детали делать их заново но тем не менее за свою цену это было вполне хорошее изделие и долгое время эти автобусы продавались особого ажиотажа не вызывали но после того как запустили журнальную серию наши автобусы и точно такие же пазики выпустили в другой схеме окраски они разлетелись в тридорога вот такие тоже бывают казусы и следующий пазик от dipmodels это автобус в красном цвете очень симпатичная схема окраски и похожий автомобиль снимался в старом советском фильме королева бензоколонки там конечно был киношный вариант загримирован у него были небольшие плакаты но схема окраски точно такая же и мне нравятся автобусы от dipmodels хотя есть пару нареканий это не очень аккуратное нанесение декалей и странно почему вообще здесь сделали второй цвет в виде наклейки можно было сделать маску и покрасить автобус в двухцветном варианте как это делают другие премиальные бренды тот же classic bass или neo scale models но тем не менее эта модель я думаю стоит своих денег и сейчас такие автобусы вполне можно найти в открытой продаже у dipmodels было четыре базовых автобуса также был пожарный были другие модификации и у меня в коллекции собраны не все автобусы паз от dipmodels я брал те которые мне визуально больше нравятся и на каждый из этих автобусов я делал детальный видеообзор кто хочет посмотреть на модель более подробно можете искать старые видеоролики и тираж этих автобусов если верить табличке на подставке 300 экземпляров и покажу вам еще один пазик только в другой схеме окраски синий-белый вариант и мне этот автобус нравится тем что у него на водительской стороне есть две звездочки и это некое поощрение за то что автобус проходил по моему много километров без капремонта мне писали в комментариях когда я делал детальный видеообзор на эту масштабную копию и вот такой элемент больше не замечается на других автобусах паз от dipodipo а так в плане проработки это точно такая же масштабная копия тут отличается только маршрут регистрационные номерные знаки и дизайн полосок тоже поворачиваются передние колесики прекрасно проработан салон и мне нравятся старые автобусы особенно варианты с остеклением в крыше получается очень симпатичная модель все отлично просматривается и также автобусы делал бренд ultra models но у меня от ultra нет ни одного автобуса как-то не обзавелся ими по неуважительной причине а потом уже и забросил дело поиски и сейчас от ultra можно купить модели но для меня они не представляют особого интереса и покажу вам последний пазик от start skill models самый современный в моей коллекции тоже вполне хорошая масштабная копия довольно тяжелая из-за того что тут увесистый металлический корпус и на этой масштабной копии я поставил харьковские колесные диски и покрышки потому что оригинальная резина оплавила колесный диск и тут изначально колесики были с колпаками и можно подобрать подходящие колпаки например тот же maestro models выпускает правда на более ранний паз но они будут хорошо смотреться и на этом автобусе тут уже в отличие от модели dip models не окрашен салон хотя эта модель довольно легко разбирается можно разобрать корпус автобуса и окрасить плашку в другой цвет тогда машина будет смотреться чуть лучше но вот такой автобус также у ssm предлагался такой автобус в желтом цвете с табличкой дети если меня не изменяет память и у него были задние другие дверцы как на передней части я уже не стал его покупать в свою коллекцию и следующий автобус который вам покажу это модель lias 677m от советский автобус в варианте безопасность движения эту модель я тоже взял как-то давно по случаю на нее была хорошая скидка конечно если сравнивать ее с более современной продукцией от ssm от classic bass ну и конечно dip models то это больше некая игрушка но на свое время других аналогов попросту не было и я пока что держу этот автобус в коллекции и как только появится аналог от classic bass то я скорее всего или подарю этот автобус или обменяю на что-то более стоящее и несмотря на то что тут заклеены окна у этого автобуса присутствует салон правда он сделан довольно примитивно и вот так выглядит нижняя часть тоже все очень схематически изображено не очень качественные покрышки также очень условно изображены колесные диски но и другие элементы которые присущи современной журнальной серии не знаю почему многие восторгаются современной журналкой я думаю эти модели не стоит покупать за такую цену 2000 рублей они никак не стоят и лучше подкопить денег и купить что-то более стоящее но опять же каждый сам решает что ему брать в свою коллекцию следующий автобус который вам покажу это icarus lux от classic bass тоже довольно старая масштабная копия у меня в коллекции два таких icarus один в красно-белом варианте окраски второй в бело-голубом и второй автобус я тоже вам как-то давно показывал не буду уже показывать его в сегодняшнем видеоролике это довольно тяжелая масштабная копия и тут тоже довольно примитивно сделан салон хотя у classic bass выпускался такой автобус с улучшенным салоном и там была немножко другая модификация у нее были колпаки на колесных дисках и также другие мелкие визуальные отличия по-моему отличалась форма габаритных огней на крыше уже не помню давно не видел ту модель в продаже но вот так выглядит данный автобус повторюсь очень симпатичный очень красивый и мне удалось уже в современное время прокатиться на такой технике у нас эти машины выставляют у автобусного вокзала и когда проходят какие-то мероприятия то людей бесплатно возят на такой ретро технике и кстати такая техника ездила и в санкт-петербург и в другие российские города и возможно вам тоже удалось видеть наши от реставрированные машины и следующий автобус это уже городской icarus тоже от classic bass очень красивая масштабная копия это модификация 556 и у classic bass такой автобус предлагался в двух вариантах исполнения один с регистрационными номерными знаками и табличками над дверцами а второй вариант был чистый и долгое время эти автобусы продавали с хорошей скидкой видимо людям не понравился сам прототип хотя модель на мой взгляд одна из лучших у этого бренда я очень доволен что я взял эту модель в коллекцию и очень хотелось бы видеть также icarus 180 в исполнении classic bass у меня есть такая модель от советского автобуса я тоже покажу ее чуть позже но она не идет ни в какое сравнение с этой масштабной копией тут прекрасная проработка очень много мелких деталей также очень красиво сделан салон все ажурно выполнено окрашено и в плане качества покраски и сборки к этому автобусу нет каких-либо нареканий и с этими моделями идут зеркала заднего вида они поставляются в отдельном пакетике но я их не устанавливаю потому что все равно модели у меня хранятся в коробках и покажу вам icarus 180 от советского автобуса ярмошка тоже довольно симпатичная эта модель уровня раннего classic bass также lias 677m который вам показывал чуть раньше тут мне не нравится как сделаны оконные проемы очень толстые перемычки и также стеклышки утоплены на более современных моделях classic bass уже стеклышки делал скажем так объемными и они не так сильно были утоплены в корпус автобуса но тем не менее пока что за неимением другого автобуса довольствуюсь этой масштабной копией и у меня в коллекции также есть карлупка icarus 180 от vector models если у вас будет интерес я тоже покажу ее в одном из видеороликов я в свое время купил очень много корпусов сделанных методом гальванотехники просто как частичку истории чтобы помнить те времена когда эти автобусы были единственными на рынке и вот так выглядит нижняя часть тут гармошка немножко поворачивает но на недостаточный угол и у советского автобуса также был icarus 556 и у них модель предлагалась как в белом варианте с красной полоской так и венгерский синий серебристый но я не стал покупать модель от совы потому что у меня уже есть машина от classic bass и покажу вам еще одну гармошку более современную тоже модель от classic bass и это уже переиздание первые модели были с упрощенным салоном эти чуть улучшенные по моему тут также добавили катафоты в виде прозрачных элементов и это вполне хорошая масштабная копия московский вариант если я не ошибаюсь и у меня два таких icarus 2 классическом цвете охра тоже покажу вам и на этой модели я поставил харьковскую резину конечно она не совсем походит на настоящий прототип но все же лучше чем оригинальные покрышки если вы хотите поменять резину то будьте осторожны потому что на этих icarus оригинальная резина очень жесткая и при неаккуратном демонтаже она может повредить колесные диски и вот так выглядит нижняя часть тут уже намного лучше проработка чем у продукции сова сделан глушитель серебристым цветом и по-моему проработка нижней части у этой модели лучше чем у ранних выпусков этого icarus и также впоследствии classic bass перевыпускал эти автобусы в других вариантах окраски но уже не стал их брать в свою коллекцию и такие автобусы были и у совы и у меня такое ощущение что сова скопировала форму от модели classic bass возможно я ошибаюсь но машины очень похожи и покажу вам как раз автобус от совы только с планетарными дверьми и вы можете посмотреть машины очень похожи по тому как они спроектированы и также крепежные точки у них в некоторых местах совпадают вот такой казус и тут вы можете видеть намного проще сделана нижняя часть но за свою цену это был вполне хороший автобус и жаль что classic bass не выпустил такую версию и хотелось бы от них увидеть уже похожую гармошку только в улучшенном исполнении как их последние icarus и и следующий автобус это короткобазный icarus 260 в варианте окраски прибалтика и это скорее всего латвийский вариант потому что у нас работали автобусы в классическом желтом цвете а таких машин я не вспомню хотя возможно они где-то и ездили потому что если человек что-то не помнит это не значит что это не было на самом деле тоже очень красивая масштабная копия и у меня два таких icarus в коллекции один в белом цвете с красной юбкой а второй с синей юбкой и белой крышей я тоже вам его покажу и у этого автобуса установлены регистрационные номерные знаки на предыдущие модели они отсутствовали также тут есть маршрут очень красивый icarus и у classic bass такая модель выходила тоже в нескольких вариантах окраски был классический желтый также ярко-оранжевый был вариант аэрофлот и аэрофлот я хотел взять свою коллекцию а потом передумал потому что эти модели занимают очень много места и попросту у меня уже нет свободной площади чтобы хранить такие огромные модели поэтому уже подхожу к покупке таких моделей очень выборочно и покажу вам следующий icarus от classic bass это тоже переиздание модификация 250-58 в варианте softransauto очень красивый автобус тут прекрасно проработан салон конечно есть мелкие неточности не буду заострять на них внимание все уже разжевано неоднократно на различных тематических форумах также в видеороликах на эти модели но повторюсь на сегодняшний день это одна из лучших интерпретаций 250 icarus очень красивый автобус также прекрасная покраска и очень хорошее качество сборки единственное на этом автобусе мне не очень нравятся покрышки и нужно посмотреть есть ли у maestro models подходящая резина которая встает без каких-либо переделок если есть напишите в комментариях я тоже посмотрю и тогда уже поменяю на этом автобусе и у меня есть еще один точно такой же icarus только в варианте in tourist и когда эти автобусы были в новинку я думал какой мне взять в коллекцию потому что мне нравится как надпись softransauto так и in tourist и решил взять два автобуса чтобы не выбирать и я думаю правильно сделал потому что сейчас эти машины сложно найти за адекватную цену тоже очень красивый и от предыдущей модели этот автобус отличается только надписью и другими регистрационными номерными знаками и мне всегда нравилось как у classic bass сделаны номера они объемные из фототравления и вот такие номера хотелось бы увидеть и на других масштабных копиях от dipa от ssm и от других премиальных брендов и покажу вам следующий автобус это lias 677 от classic bass тоже очень симпатичная масштабная копия и это автобус из первой партии впоследствии были перекрасы с другими маршрутами другими регистрационными номерными знаками но я уже не стал их покупать в свою коллекцию и эта модель одна из лучших в плане проработки у classic bass и лучшей модели я думаю только lias более современной хотя тоже это спорный вопрос мне вот эта модель очень нравится и конечно хотелось бы видеть бамперный вариант который наиболее популярен и запомнился большему количеству советских граждан и покажу вам как раз более современный lias 5256 первый вариант белый с синей полосой и у меня два таких lias 2 белый с красной полосой немножко отличается орнамент и был также классический красный вариант но как-то я его пропустил и уже потом не нашел в продаже за вменяемую сумму тоже прекрасная модель у нас такой техники не работала но из-за того что у этого автобуса прекрасная проработка решил взять два варианта в свою коллекцию и пишите ваши комментарии если у вас в коллекциях похожий автобус и покажу как раз вам второй вариант окраски и сложно сказать какой красивее мне больше нравится бело-синий но красный выглядит тоже очень симпатично и эту модель я покупал позже чем бело-синий вариант и у нее есть один досадный момент это то что тут пытались убрать шильдик lias и испортили полоску и нужно будет подобрать или краску или какую-то декаль чтобы подкорректировать этот момент видимо были какие-то проблемы с лицензией также тут пытались замазать надпись lias на подиуме а на первом автобусе такого дефекта нет и покажу вам следующую модель это las 699r тоже очень красивый автобус я помню эти машины когда был моложе ездил на такой технике правда у нас их было не так много все же у нас преимущественно были и карусы тоже прекрасная масштабная копия и у classic bass такой автобус предлагался в нескольких вариантах окраски и более поздние модели от classic bass имели визуальные отличия по-моему на автобусах были колпаки на колесных дисках и другие фары и я хотел взять в коллекцию более поздний вариант но как-то до сих пор до этого не дошло дело возможно потом куплю его и тогда уже на ту модель сделаю детальный видеообзор а так мне очень нравится то как окрашен этот автобус интересная схема окраски и самые первые лазы от classic bass были немножко с другим дизайном полосок но мне вот такой вариант с прямыми полосами нравится больше чем самый первый у него по-моему на передней части полосы были со смещением и покажу вам два последних и каруса первый это 256 54 в классическом красном цвете тоже симпатичная масштабная копия это одна из свежих новинок от classic bass ну конечно если считать ее свежей но тем не менее очень симпатичный автобус и у нас такие автобусы тоже трудились я их не так отчетливо помню мне запомнились удлиненные версии а вот такие короткобазные особо и не встречались мне хотя они тоже существуют и у нас есть одна отреставрированная машина на которой тоже людей катают когда проходят различные мероприятия и покажу вам классический карус 250 59 тоже в красном цвете и хотел взять еще один вариант интурист но мне не понравилось то что у него не было надписи на боковинах и долго думал стоит ли брать или не стоит и пока думал эти автобусы исчезли с продажи нужно было брать его и потом уже тогда не было вот таких проблем но я очень надеюсь что classic bass сделает перевыпуск в других схемах окраски у них была даже в планах модель с кондиционером и я очень хочу такой автобус в коллекцию и если он выйдет я обязательно его приобрету тоже прекрасная модель на сегодняшний день это лучший икарус 43 масштабе если мы говорим о модификациях 250 семейства и журнальный вариант не идет ни в какое сравнение с этим автобусом даже после многочисленных доработок там попросту неправильная геометрия корпуса а тут бесспорно узнается настоящий прототип у меня в коллекции есть еще маленький икарус от model pro но тут я покажу вам только корпус потому что эта модель у меня на доработке не самое удачное изделие пришлось переделывать салон но это скажем так долгострой и не знаю когда я закончу эту масштабную копию я ее делаю потихоньку когда есть свободное время поэтому пока что на этот автобус обзора не ждите и самый последний автобус это zis 127 от dip models который стоял на столе все это время тоже очень красивая масштабная копия она уже снята с производства тут маршрут таллинн-ленинград и у dip было несколько вариантов окраски также были более поздние варианты которые стоили чуть дороже чем эти ранние модели но я ограничился только одним автобусом хотя хотел и московский в коллекцию и была возможность его купить но как-то не дошло до этого дела и пишите ваши комментарии какие автобусы помните вы на какой технике удалось поездить вам если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции а на сегодня это все до новых встреч пока